Ты снимаешь сцену рождения первенца, ты снимаешь на видео прямо, на мобильный телефон, ты снимаешь уже на видео сцену рождения дочери, перед этим ты снимаешь сцену зачатия, последний момент поменяв, вставив дублершу, потому что Анисина, это правда, что дублерша была? Там в тегах, в описании, в книгах по художественной гимнастике из Киева, конечно, Элен Слюсарчи, там написано, в ролях Никита Жигурда, Марина Анисина, Элен Слюсарчи, но на это же никто не обращал внимания, там все, я в последний момент вырезал Анисину по ее просьбе, она говорит, тебя били за этот первый ролик, серебряную калошу там вручили, стебались вообще, Андрюшка Малахов полминуты показал у себя на эфире, и говорит, вот Жигурда говорит, что это произведение искусства, а у меня пятиминутный ролик, Мадонна, Аве Мария, я говорю, Андрюша, это все равно, что у Давида, статуи Давида Микеланджело оторвать пенис, показывать, и говорит, вот, блин, это сотворил Микеланджело, это разные вещи, это подтасовка, обрезание, а поскольку эти мои слова все были вырезаны, массовое сознание все это схавало, извращенец, да, 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 в слове извращенец сделает три ошибки в интернете, понимаешь, и они сами подсказывают, вот, Жигурда осталось, теперь только зачатие, трах они вырезали, я говорю, Анисина, смотри, какая хорошая подсказка, у нас опыт есть, на автобусе считывание информации было, что мы, блин, я скромный, я сниму красиво, не волнуйся, она сопротивлялась, потом я говорю, ну смотри, ну Йока Оно, ну Шерон Сто, ну Ким Бэк, все великие девки, амазонки мира, не боялись, в этом есть, я же не похабность показываю, я показываю любовь с бабочками в груди, секс, но с бабочками в груди, с комком в горле, согласилась, снял, она говорит, это очень откровенно, я прошу тебя, я придумал этот ход. Кто снимал, оператор, оператор, я снимал, я сам снимал, а как у меня Супермен по неволе или Эротический мутант сейчас появится, с Аленкой Хмельницкой, с Дублершей тоже, опыт есть. А Слюсарчик нормально было с ней снимать? Сарчи фильм был, который снимал муж Игорешка Парфенов и руководил процессом, что же Камин подсказывает, ребята, давайте, давайте, я говорю, блин, это, конечно, говорю, круто, когда на глазах мужа ты имитируешь половой акт. Только ли с женой? Ну, а тут ситуация вообще... Потому что в кино случаи бывали. Бывают случаи, конечно, и там случалось, у меня тоже, ну, живой человек еще накатил, раз, два, три, и процесс, когда тебя мучают. Когда я снимал картину эротическую, я же как режиссер и оператора проверяю, бегаю туда-сюда, чем мама родила, а тут ты как нормальный человек имитируешь, реагируя на подсказки режиссера. И начинаю так сначала на полжестого, а потом так уже, я говорю, слушай, мне уже, мне, говорю, неудобно, у меня тут процесс пошел, говорю, а оттуда звучит, нормально, продолжайте. Я говорю, нет, ребят, перерыв, блин.